История, которую я вам собираюсь рассказать, просто поразит вас. Эта история на 100% правдива, и она оказала сильное влияние на мою карьеру. Старшему лейтенанту Мэтту Тенни не нравилась его работа, но он нашел из этого выход. Он общался с офицером, который был ответственным за выплату денег. Группа военных должна была уехать на 6 месяцев, и он выяснил, что они везут с собой много наличных. 2,7 миллиона долларов, если быть точным. И знаете что? Он получил все детали, всю информацию и задался вопросом. А почему бы не перенаправить все эти деньги? И он попытался это осуществить. Он сделал поддельные документы и даже поддельную униформу. Он собирался перехватить эти деньги, а затем уехать из страны. Но об этом узнало ФБР. А он узнал, что ФБР узнало, что он собирается сделать, и сразу же направился в аэропорт. Но все дороги уже были перекрыты, и он не смог добраться до аэропорта, чтобы улететь в Бразилию. Корпус морской пехоты США – это военное подразделение. Оно относительно небольшое, поэтому большинство из офицеров, особенно у которых одинаковые звания, знают друг друга. А со старшим лейтенантом Тенни мы вместе проходили военную школу морской пехоты. Мы много раз тренировались вместе. Он немного обучал меня джиу-джитсу, и у него была красивая девушка из Бразилии. Я был шокирован, когда узнал, что мой сослуживец пытался украсть почти 3 миллиона долларов. Я был шокирован еще больше, когда мне пришло письмо пару недель спустя после этого, в котором было написано, что «Меня отправляют в третий батальон первого полка морской пехоты на место Тенни, чтобы навести там порядок». Я постоянно получаю искренние письма от мужчин со всего мира, которым примерно от 25 до 55 лет. Все пишут о том, что они избились с пути. С ними столько всего произошло, столько всего они пережили. И они не знают, смогут ли они оправиться от этого. Что же делать, если вы потратили свои 20 лет впустую? Вы веселились, пили, гуляли каждую ночь. Возможно, вы пристрастились к наркотикам, попали в тюрьму. Сможете ли вы изменить свою жизнь? Что ж, господа, я твердо убежден, основываясь на своем опыте, и я видел, как это происходило много раз с мужчинами, которые падали невероятно низко. Так что вы можете в любой момент изменить свою жизнь. Давайте вернемся к моему приятелю Мэтту. Он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2006 году. Пару лет назад я беседовал с Мэттом, и вот чем он сейчас занимается. Он выпустил две книги «Внимательность и лидерство» и «Успех в служении другим». У этих книг хорошие отзывы на Амазон, и они направлены на то, чтобы помочь людям преодолеть ментальные блоки, которые мешают им стать лучше. Он стал востребованным оратором и ведет потрясающую передачу TED Talk. Почему успешные люди ставят любовь превыше всего? Как это относится к вам? В любой момент вы можете сделать выбор, чтобы стать лучшей версией самого себя. И вот в чем дело. Когда вы меняетесь и стараетесь стать лучшей версией себя в течение часа, двух часов, одного дня, одной недели, вы достигнете успеха. Вам будет тяжело, вы будете совершать ошибки, вы будете возвращаться к старой жизни. Но шаг за шагом вы предпринимаете действия, которые покажут и докажут вам, что вы можете добиться многого. Следующее, о чем нам нужно поговорить, как относиться к этому периоду жизни, к этому простою. 20 лет вы боролись с зависимостью. 10 лет вы просто тратили время впустую, делая вещи, которые вам не нравятся. Вы недовольны этим периодом жизни, что с этим делать? Я объясню вам. Вам нужно постараться забыть этот период. В истории Мэтт мне понравилось, что он использовал свои слабые стороны как сильные. У меня тоже был такой период, период банкротства. Мне невероятно стыдно, я не умел распоряжаться деньгами. Мне пришлось предстать перед Содоми, объяснять, что на протяжении 10 лет у меня была плохая репутация. Мне пришлось писать письма моим кредиторам, чтобы объяснить им, почему так произошло. Да, мне пришлось с ними общаться и рассказать, почему я не могу вернуть им деньги. Это было ужасно. Но вот в чем дело, ваша слабость сейчас является силой, потому что вы обладаете более сильным чувством сопереживания. Вы пережили то, чего не пережило подавляющее большинство людей. Когда люди говорят о зависимости или читают о ком-то, кто проходит через глубокую сильную депрессию, или борется с болезнью, которая не позволяет ему ничего сделать, люди читают об этом. Вы прошли через это. Вы прочувствовали все это. И вам это не только придает сил, но и помогает лучше общаться с другими людьми, которые прошли через такое же. Потому что на самом деле никто не идеален. Люди могут притворяться, даже если со стороны они выглядят идеально. В глубине души они знают, какие ошибки они совершили, какие у них мысли, какие действия они совершили и остались незамеченными. Да, возможно, их следовало посадить за решетку, и следовало разорвать все отношения, которые многие считают идеальными. Они знают, кто они в глубине души. В случае, если вас поймали, вы просто справились с этой зависимостью внешне, и все заметили это. Все сталкивались с болью. Но тут уже будет по-другому. Люди будут общаться с вами. Они захотят послушать и понять вас, особенно те, кто хочет стать лучшей. Те, кто ищет человека, который не боится показать свои слабости. И это джентльмены сила, а не слабость. Конечно, найдутся люди, которые никогда не простят вам долги, связанные с азартными играми и проблемы, которые у вас были. Как было в случае с Мэтом, есть морпехи, которые никогда больше не будут относиться к нему, как раньше. Но я смотрю на него, как на человека, который совершил одну ошибку в какой-то момент своей жизни, заплатил за нее. Он должен получить шанс на исправление, и он выходит из тюрьмы. Когда я увидел его видео, которое посмотрели более миллиона человек, я подумал, что если я привлеку к себе 10 тысяч бизнесменов? На самом деле он выступает за то, чтобы бизнесмены, люди, управляющие компаниями, менеджеры, которые любят своих подчиненных, должны относиться к работникам с уважением. Этому нас учили в морской пехоте. Сбор информации мало практикуется не только в армии, но и в обычной жизни, где людьми просто пользуются. Где компания не заботится об интересах своих сотрудников. А он говорит, как нужно обращаться с работниками. Любите и уважайте своих сотрудников. Любовь не в плане любви, а в плане заботы. Это напомнило мне цитату, «Без штормов и ураганов не бывает капитанов». Имеется в виду, что именно трудности, которые случаются в жизни, делают из нас того, кем мы хотим стать. На самом деле, подумайте об этом. Хотели бы вы работать на менеджера в важном проекте, который никогда не встречался со стрессовой ситуацией, когда ему нужно уложиться в сроки, и к нему предъявляются очень высокие требования. Нет, вы хотите, чтобы рядом с вами был человек, который прошел через все эти испытания, и, возможно, потерпел неудачи, но взял себя в руки и стал только сильнее. Кажется, несколько видео назад я рассказывал об искусстве кинсуги. Если вы никогда не слышали об этом, то это, по сути, ремесло, связанное с золотом. Это японское искусство реставрации разбитых керамических изделий с помощью лака, смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком. В кинсуге я выделил для себя три очень интересных вещи. Первое – это то, что трещины не маскируются. Это совсем не про это. Трещины важны. Их можно легко увидеть. Очевидно, что эта вещь разбилась, ее собрали заново. И теперь она стала более ценной, потому что изначально это был просто обычный кусок керамики. Теперь оно покрыто драгоценными металлами и стало прочнее. Техника лакировки, которую используют для покрытия керамики, делает изделие более прочным и крепким, чем оно было раньше. Господа, если вам понравилось данное видео, сделайте мне одолжение и нажмите кнопку «Нравится». Так боги Ютуба поймут, что это видео стоит показать другим. Возможно, некоторые из вас, кто сейчас смотрит это видео, думают «Хорошо, Антонио, это все, конечно, отлично, но мне уже за 30, и я не собираюсь никуда уезжать. Я работаю и пытаюсь добиться успеха в своем творчестве, но получается так себе. Черт возьми, мне уже почти 40 лет, и я ничего не добился за последние 20 лет». Если это о вас, то сейчас я расскажу о людях, которые добились успеха на поздних этапах своей жизни, и сейчас я расскажу вам о них. Начнем с Эрика Юань. Вы когда-нибудь слышали о нем? Возможно, вы даже пользовались его продукцией, например, Зум. Но дело в том, что он основал Зум только в 41 год. Далее Генри Форд. Все о нем слышали, но немногие знают, что он создал Форд Модел 3 только в 45 лет. Следующий эродний, Денджерт Филд. Он добился успеха только в 46 лет, когда появился на шоу Эда Селливана. Да, он был комиком, о котором большинство людей никогда не слышали. Представьте себе, что вы сдаетесь в 45 лет, а успех уже рядом. Легенда Марвел Стэн Ли создал первый комикс только в 39 лет. Мы живем в обществе и помешанном нам молодежи, и постоянно говорим о 20-летних миллиардеров, которые продают компании. Но если полагаться на исследования, там говорится, что возраст – это преимущество. Опрошены были 2,7 миллиона предпринимателей. Возраст опрошенных был от 30 до 50. У людей, которым 50 лет, вероятность на успех в два раза больше, чем у тех, кто основал свою компанию в возрасте 30 лет. Все это напоминает мне хорошую старую цитату. «Не нужно сравнивать себя с другими». Это было актуально во времена Платона. И в наши дни это тоже актуально, особенно, когда мы заходим в Инстаграм, читаем СМИ или социальные сети, которые, если подумать, на самом деле и не являются идеалом. Я тоже попался на это. Я хотел накопить на огромный дом площадью 920 квадратных метров. В нем был бы большой, великолепный зал, огромные окна, большой камин. Я думал, что это дом моей мечты, и я стал откладывать деньги на него. В итоге я понял, это не тот дом, о котором я мечтал. Осознание пришло ко мне благодаря накопительному опыту и размышлениям. Моя жена в день моего рождения хотела, чтобы я побыл пару дней наедине с собой. Поэтому она арендовала для меня дом Стилбент. Этот дом также известен, как дом Бернарда Шварца. Он был спроектирован Фрэнком Ллойдом Райтом. Он находится в городе Ту-Риверс, штат Висконсин. Не так далеко от моего дома. Я провел там три ночи. На мой взгляд, это был простой, чистый и комфортный дом. Мне все очень понравилось, было достаточно комфортно даже одному. Должен сказать, это именно то, что я хочу от дома. Место, где чувствуешь себя как дома, как будто тебя тепло обнимают. Я понял, что для счастья нужно мало. Многие из нас гонятся за мечтами, о которых мы на самом деле и не мечтали. Нам их навязали, возможно, это сделали родители, люди, которых мы любим, люди, которые заботятся о нас. Но мы об этом даже не задумываемся. Чего вы хотите достичь? Что вы хотите получить от этой жизни? Что вы хотите и какие люди должны вас окружать? Обязательно подумайте об этом, потому что от этого будет зависеть, на каком этапе жизни вы находитесь и сможете ли вы чего-то достичь. Вдруг вы обнаружите, что вы почти достигли этого, хотя даже и не подозревали. Если опять вспомнить людей, которые добились успеха в позднем возрасте, например, Рэй Крок, ему было 52 года, когда он открыл свой первый Макдональдс. Стив Карл, комик, которого многие из нас любят, добился успеха в кино только в 42 года. И, конечно же, не стоит забывать про полковника Сандерса. Этот господин основал KFC в 62 года, а затем продал бизнес, когда ему было 74. Не стоит забывать и о Нальсоне Монделле. Этот человек провел почти 30 лет в тюрьме, но затем был избран президентом Южной Африки в возрасте 75 лет. Что же посмотреть дальше, как насчет горькая правда для мужчин за 30? Господа, если вам за 20, 30 или за 40, вам следует посмотреть это видео. Я думаю, оно вам понравится.